Вы опять представите, приветствуйте вы тоже. Добрый день, читатели Комсомольской правды, пользуясь сайте КП.УА. У нас сегодня в гостях известный певец, телеведущий, актер Сергей Вазарев. Сергей, вам слово и переходим к вопросам. Да, добрый день всем, кто сейчас с нами на связи. Небольшая задержка произошла, прошу прощения. Но я думаю, что мы наверстаем кущеные и чуть продлим больше нашу онлайн конференцию, нежели это было оговорено. Так что, в общем-то, я думаю, что все, кто имеет какой-то вопрос, будут иметь возможность его задать. Так что, пожалуйста, давайте начнем. Давайте перейдем к вопросам. Нас кто наинтересуется? Сережа, привет, спасибо за отлично возможность задать тебе вопрос. Вопрос такой. Когда поклонники увидят твои фото, которые красуются на обложке внутри альбома Лазарев в хорошем качестве? Фотограф говорит, что он не имеет права выставлять фотографии без твоего разрешения. Очень хотелось бы иметь эти фото. Замечательный фотограф, да. И правильно делают, что без моего венома никуда мои фотографии не отдают. Я думаю, что так как эти фотографии были сделаны специально для фотосессии в альбом, для того, чтобы оказаться в буклете, я думаю, что единственным образом, каким вы можете эти фотографии поиметь, это приобрести альбом с этим буклетом. Кстати, об альбоме, раз уж я это заговорил, сегодня я привез с собой альбом, тот самый альбом Лазарев. Именно в этом альбоме тот самый блокнот и фотографии, которые хочет поиметь Настена в хорошем качестве. Только я не понимаю, зачем вы ее в хорошем качестве, что она с этим будет делать? Распечатывать большой постер и любоваться, наверное. Так вот, это вот два альбома сегодня я, наверное, разыграю их за лучший вопрос, какой мне понравится. И плюс еще я сегодня привез с собой два DVD. Это, значит, DVD с моим концертом в Москве, который проходил в Croco City Hobby в ноябре 2011 года. Это предыдущая моя программа «Биение сердца». Сейчас я готовлю новую программу, но я думаю, что будут вопросы, насчет этого я еще расскажу. Так что DVD с живым концертом двухчасовым, в общем-то, тоже сегодня я разыграю. Так что четыре подарка за четыре вопроса. Дерзайте, друзья! Следующий вопрос от Макса. Сергей, у вас Ани Лорак роман? Слушайте, мне кажется, это не очень правильно задавать вопрос, тем более, что Аня Лорак замужем. И как-то, мне кажется, не совсем этично даже спрашивает. У нас с ней творческий такой тандем, творческий дуэт. Мы действительно не первый раз уже вместе выступаем, и не первый наш дуэт. Пока что это все каверы на известные песни. Мы все думаем, когда же мы найдем ту самую песню, которую запишем оригинальную, которая будет именно звучать от нас как новинка. А пока мы с ней все хорошо дружим, поем на сцене. Мне кажется, у нас совпадают такие взрывные энергетики на сцене. И она замечательная певица, я ее очень люблю, уважаю ее как профессионала. И мне приятно с ней находиться на сцене, петь, работать. В очередной раз мы вчера на телезвезда, была премия телезвезда, мы на пуске пели там. И, в общем-то, вновь, видимо, реакцию и вопросы такие создали. Вопрос от Лели. Сергей, встречаешься ли сейчас с кем? Вопросов подобных очень много, но я их профильтровал. Один раз я его задаю, и дальше мы к этому уже не возвращаемся. Так вопрос вопрос сейчас, я с кем либо сейчас? Да. Сейчас на самом деле в моей личной жизни такое большое затишье. Может быть, это перед бурей, а может быть, и на долгой затишье. Не знаю, это как придется. Но нет, у меня легкая влюбленность всегда присутствует какая-то. Она просто недолгая. И так, ну, и сразу остывает. Непостоянный в этом плане я. Что касается каких-то отношений, я, в общем-то, сейчас, наверное, и не хотел бы на длительных отношениях. Так как сейчас мне хочется заниматься больше творчеством, музыкой. И личной жизни она отвлекает от такого углубленного занятия музыкой. Вопрос от Алексея. Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Почему не отвечаете на личные сообщения о Твиттере, и когда посетите с новой программой Сахалин? Ну, все-таки несколько слов тогда о новой программе. Да, но, в общем-то, что касается личных сообщений в Твиттере, ну, у меня в Твиттере 400 тысяч пользователей, подписчиков, если я буду отвечать каждому на личные сообщения. Сахалин уже не доедете. Да, я уже в Сахалин точно никогда не доеду. По-моему, все прочее, у меня Facebook, там, и другие социальные сети, в которых я так или иначе появляюсь. Что касается новой программы. Новая программа, как премьера программы, состоится 30 марта в Олимпийском. Эта концертная программа посвящена, в общем-то, новому альбому, альбому «Лазарев». Вот так, собственно, программа и называется. И 30 марта, накануне моего дня рождения, накануне моего 30-летия, день рождения мне 1 апреля, буквально там за 2 дня до этого, произойдет грандиозное событие. Это концерт в комплексе Олимпийской, в концертном зале «Север», где я презентую, собственно, эту программу. Новое двухчасовое, новое шоу. Сейчас мы, в общем-то, мы подготовку начали давно. Сейчас уже такая финальная стадия, остался месяц, и финальные репетиции, и дошиваются костюмы, там, доставляются номера. В общем, сейчас активная подготовка, каждый день я занимаюсь только исключительно этим. Крайне мало выезжаю куда-то, потому что мы готовим эту программу. Программа в большинстве состоит из новых песен, из нового альбома, но и, конечно, есть те хиты, без которых, в общем-то, не обходится ни одна программа, потому что люди хотят услышать. Но я упор делаю, и основной процент, даже процент соотношения, это новый альбом, все песни с альбома прозвучат с нового. Это постановки новые, это новые костюмы. То есть, несмотря на то, что вот это шоу «Убийение сердца», которое, тоже DVD, вот я сегодня разыграю, несмотря на то, что этот концерт состоялся полтора года назад в Москве, в общем-то, как ты сказал, что накопился новый материал, я решил, что нужно делать этот новый концерт, новую программу, и делать ее действительно по-настоящему от начала до конца новой, чтобы не повторяться, чтобы было интересно тому зрителю, который уже приходил ко мне на концерты с другой программой, чтобы они понимали, что они, в общем-то, видят что-то новое и слышат что-то новое. Поэтому я полностью концепция поменена, костюмы, как уже сказал, и основной состав музыкальный тоже будет новый. Так вот, с этой концертной программы «Лазарев» гастроли начнутся уже сразу же после премьеры в Москве, в апреле у нас тур, у нас в июне тур, там по Сибири, до Сахалина, я думаю, что мы доедем. Ой, ну вообще, с программой «Бийение сердца» мы были не так давно, мы, в общем, на Дальнем Востоке эту, в общем-то, программу и закрывали в конце 2012 года, поэтому я думаю, что на Сахалин мы доедем к концу 2013 года, я так предполагаю. По крайней мере, нас очень хорошо там встречали, и организаторы изъявили желание привезти нас вновь с новой программой, так что я думаю, что мы обязательно доедем. Ждите, ожидайте, следите за новостями, за обновлениями. Знаю, что вы завтра будете участвовать тоже в концерте. Чем завтра будете радовать киевских барышей, насколько я понимаю? Концерт будет посвящен 8 марта. Да, концерт будет посвящен 8 марта, он называется, по-моему, «Тебе единственный». Завтра вообще очень такое интересное, на мой взгляд, такое событие и концерт, если он случится так, как он задумывается, потому что завтра мужчины поздравляют дам, да, женщин, и это определенный формат, формат оркестра, формат, по крайней мере, как мне описывали, как это будет, на что я соглашался. Завтра я исполню две песни с оркестром, два своих трека. Это будет «Живьем», естественно, это будет, там есть расход, бабочки, ну, галстуки, бабочки, но что, фраки, пиджаки, то есть это праздничный концерт. Если, в общем-то, все сделают так, как это изначально заявлялось, то, мне кажется, получился очень красивый, красивый концерт, и, в общем-то, я не один из участников этого концерта, после, буквально сегодня, после онлайн-конференции, поеду на репетицию, послушаю, как играет оркестр, как и что, порепетируем вместе, потому что я спою два трека, две песни свои. Вот это будет такой подарок, который... На самом деле, у меня в этот период, в этот праздничном, много съемок, и я думаю, что в течение начала марта вы меня будете много здесь, на украинском телевидении видеть. Следующий вопрос от Марии. Расскажите о Дейзи. О Дейзи тоже, то есть это, в принципе, вопрос, который может соперничать с вопросом, свободно ли твое сердце, то есть я его зачитаю один раз, а дальше мы уже. Хорошо, да, окей. Слушает ли какие-то команды, знает, как часто с ней гуляете, не собираетесь ли ее захватить на концерт в Олимпиаде? Правда, для нее это будет, наверное, стресс. Да, она стрессует. Что касается тех, кто такая Дейзи, почему по ней вопросы. Дейзи, это моя собака, которую я буквально несколько месяцев назад взял из приюта. Это был щенок еще, дворняжка, ну, совершенно очаровательная. И просто сейчас она вызывает умиление у каждого, кто ее встречает на улице, и даже собачники, которые, казалось бы, должны любить больше свою собаку, почему-то сфотографирует мою собаку к себе, там, и выкладывает ее потом в себя в Инстаграме. Ну вот. То есть вызывает какой-то неподдельный интерес эта собака. Собаку зовут Дейзи, Дейзи, потому что персонажа в моем спектакле в новом зовут Дейзи. И, в общем-то, так я играю две же роли, там, мужскую и женскую, вот и женская роль персонажа в Дейзи. И я решил, что собаку я также назову Дейзи. И она растет уже большая, пять месяцев, хотя все время ей сейчас еще щенок, но тем не менее уже значительно подросла. Я периодически выкладываю фотографии в Инстаграме ее. И гуляю я, в общем-то, команда сидеть понимает, мячики носит уже мне. Ну так, постепенно постараюсь ее как-то приучать. Она очень воспитанная собака, но действительно стрессует и не особо любит, даже не то, что любит, она боится чужих. Пока что я поадаптирую, приучаю, вожу ее периодически в какие-то влюбленные места для того, чтобы она хотя бы приучалась к людям. Потому что, ну, может быть, какой-то, не знаю, подсознательное то, что она из приюта, что их щенков принесли в пакете полиэтиленовым усыплять в ветеринарную клинику. Не знаю, может, это еще как-то отложилось в памяти, но, по крайней мере, ясно, разве все, какие-то даже оплошности не особо ругать, чтобы не носить травму. Вопрос от Риты. Скажи, какие марки чай и кофе ты предпочитаешь? Не сочти за рекламу. Интересно, что же мне будут дарить кофе и чай? Да, на самом деле, что касается кофе и чая, я люблю не марки, я люблю вкусовые какие-то качества. Я люблю имбирный чай, но это больше имбирь, заварить корень имбиря. Люблю облепиховый чай, люблю мятный чай, усереданный жасмином. Я не особо в марке как-то запарюсь на этот счет. Что касается кофе, тут у меня есть тоже, опять же, я сам не варю, я захожу в различные кофейни и беру, и меня особо интересует, что, потому что пью я такой а-ля компот кофейный, там много молока всегда, поэтому я такое эспрессо не особо люблю, потому что оно так вставляет, что потом сердце бьется сильно. Оно и так бьется нормально. Вопрос от Елены. Ты не только певец, но и актер. Есть ли какие-то роли, которые ты хотел бы сыграть в театре? Тут несколько вопросов, я буду по очереди за... Ну, я, честно говоря, никогда не мечтал ни о каких ролях. Они сами приходили, разные, разноплановые. И сейчас у меня в данный момент идет спектакль «Таланты и покойники» в Москве, в театре Мини Пушкина. Как я уже сказал, там играет две роли. Об этом я как-то и не думал, не мечтал. Ну, пришло, случилось, и замечательно. Я с большим удовольствием теперь это делаю. До этого были и Ромео в Ромео Джульетти, спектакль «На братья Карамазова» играл Алешу, был спектакль «Дал жити тенора», который в восьмый год, идет. Буквально недавно мы двухсот спектаклей сыграли в театре Мини Пушкина. Все идет своим чередом. Я думаю, что в любом случае, если я что-то буду дальше делать, а я буду делать какие-то спектакли, участвовать в них, то, наверное, это будет... Хочется что-то из классики сыграть вновь, потому что хочется какой-то другой жанр взять, потому что крайние два спектакля мои, они комедийные, хочется другой жанр. Посмотрим. В любом случае, я не загадываю вперед и особо мечтать о ролях я не хочу. С вашим графиком, скорее всего, нет-нет, да и приходится выбирать. Ну, то есть, я услышал, что концертная программа готовится огромная, ну, то есть, при этом работаете в театре. То есть, вот, если приходится выбирать, какую сторону чаши... Нет, ну, у меня... Дело в том, что у меня так построена работа, что у меня график спектаклей появляется приблизительно за 4 месяца до самого спектакля. То есть, я могу планировать... Я в первую очередь планирую график спектаклей. И я знаю, что я стабильно играю 4 спектакля в месяц. И приблизительно я знаю, что это не выходные дни, что это будние дни. И под это постараюсь подстраивать график свой концертный. Так что, в принципе, я знаю уже до конца театрального сезона, когда я играю даты своих спектаклей. Вот, в общем, в этом плане хорошо неудобно. Но, да, выбирать не приходится. Но, опять же, если существует такой момент, что у меня спектакль стоит, и вдруг у меня предлагается какая-то работа с музыкой, я, естественно, спектакль не отменяю, потому что я откажусь от концерта, потому что спектакль это... это другие актеры. Это не просто мой коллектив, который там может понять и простить, как говорится. А это другие актеры, которые, в общем-то, не должны страдать. Их заработок, в том числе, зависит от того, будет спектакль или нет. Поэтому от моих вот таких вот внезапных концертов они не должны страдать. Поэтому я отказываюсь порой от очень выгодных предложений, потому что у меня уже стоит спектакль. Очередной вопрос от Елены. Если бы тебе предложили сняться в кино, то какой жанр фильма был бы тебе ближе? Какой бы образ ты выбрал? Не знаю. Мне была бы интересна любая роль на сопротивление, на тот образ, который... и тот персонаж, который был бы наиболее... точнее, наименее похож на меня и наиболее отдаленно напоминал бы меня. Вот это было бы мне интересно сыграть. И также интересно было бы сыграть в кино, как Фантину Тарантино, например, но не звонит ничего. Пока не дозванивается мне. Может, у него номер неправильный. Можно опубликовать на флайском реакции. Нет, нет. У меня где-то существует много фейковых номеров в интернете, которые якобы мои. А я, кстати, общаясь с актерами, неоднократно слышу такую мысль, что злодеев и каких-то негативных, отрицательных персонажей играют всегда интереснее. Ваши к этому отношения... Или без разницы, по большому счету, положительные и отрицательные, есть какие-то другие критерии? Ну, я могу сказать, что... Мне кажется, что... комедийных, наверное, играть сложнее, нежели отрицать к героям. Но мне кажется, что, опять же, что для меня задача была бы интересная сделать такого отрицательного героя, чтобы, несмотря на то, что он творил вот прям зло какое-то, чтобы он все равно был зрителю симпатичен, чтобы не было отторжения. Потому что вот, когда такой злодей вызывает симпатию, даже сопереживание, мне кажется, это прям очень, иногда так, дорогого стоит. Поэтому... Да, злодеям будет интересно сыграть, но, опять же, я думаю, что есть некоторые люди, которые в амплуа злодея уже до такой степени закрепились, что им сложно из этого выбраться. Есть такие актеры, которые играют либо бандитов, например, либо... полицейских, и все, и они... Ну, в общем, актеры одного амплуа. Да, и это сложно. Поэтому нужно менять. Поэтому я, вот говоря, спектакли там, в последних своих крайних двух работах, я понимаю, что это комедийные роли, но во мне есть и другие краски актерские, и хочется их тоже вновь достать. Вопрос от Ольги. Как ты думаешь, почему российская киноиндустрия так сильно отстает от европейской? Ну... Опять же, Европа или все-таки Америка? Потому что Европа... Ну, мне кажется, что в Европе много такого кино не слишком коммерческого, не особо волятся за деньгами, больше такое арт, хаосовское кино. У нас же хотят побольше кассу собрать, в основном. Сейчас мы... То есть в погоне мы сейчас за Голливудом, все бросились, хотим снять какие-то такие кассовые, заработать много денег, какие-то дешевые комедии дурацкие, смешные снимаются, и очень редко, когда попадается какой-то хороший фильм, я вот так... Крайне мало могу вспомнить, что Фуршу вышла в хороший, такой широкий прокат, имела успех, действительно. То есть не только коммерческие успешники, но и какой-то интеллектуальный. Крайне сложно вспомнить какие-то работы, потому что в основном, если что-то, где надо думать и мыслить, то в основном народ туда не идет. Поэтому снимается развлекаловка. Развлекаловка снимается не всегда режиссерами, которые, в общем-то, имеют какой-то вкус. Поэтому дурновкусие очень часто идет с экранов кино от наших создателей кино. При этом, если, например, американцы могут дурновкусие закрыть какими-то спецэффектами или картинками какими-то красивыми, то у нас закрывать зачастую нечем. Так что именно, наверное, поэтому. У меня вопрос от себя. Как вы сравниваете украинское и российское телевидение? То есть вы имеете отличное представление об одном и о другом, поэтому мне интересно ваше мнение. Как вы считаете уровень украинского телевидения? Мы начали развивать телевидение чуть-чуть позже у нас. В какой-то степени вы обогнали и покреативуют это точно. Мне гораздо больше нравится телевидение здесь, в Украине. Я не знаю, зачем. Может быть, это было сделано для того, чтобы люди больше смотрели телевизор и меньше митинговали. Поэтому очень большое количество денег и средств было вложено в развитие развлекательного телевидения, потому что такого количества программ, как и есть у вас, в нашей стране, в России нет. То есть у нас не музыкальных шансов, он только появляется. Что же говорить о том, что голос, который у нас очень хорошо прошел, мега успешно, самые крупные рейтинги были за последнюю историю на Первом канале. Он был... У нас уже четвертый сезон. У нас уже был какой-то четвертый сезон, только первый снялся. Да. Потом еще какие-то проекты. Например, My Dance. Вот, я хотел поинтересоваться. My Dance. Три сезона мы вот я провел, он появился два года назад. Сейчас у нас только появляется это шоу, будет называться Большие танцы. И в общем-то все равно с задержкой. То есть, я не знаю, несмотря на то, что, в общем-то, казалось бы, у России бюджета даже больше на телевизионные проекты, я не знаю, то ли они оседают где-то, эти бюджеты, но и не появляется новых шоу, не появляется интересных шоу, креатива, креатива ноль. Очень мало каких-то таких вот интересных, по-настоящему интересных концертов, которые там хочется посмотреть, куда хочется сходить. Поэтому с точки зрения телевидения, как мне кажется, ну, то есть, это даже не только мне кажется, это и в разговорах с артистами, другими коллегами, говоря о том, что здесь телевидение, и отношение здесь к телевидению несколько другое, и к артистам отношения более, ну, тоже другое, более, не знаю, что ли, уважительное, более заинтересованное. И, на мой взгляд, не знаю, в России, как-то вот я говорю, что есть люди, которые за собой застолбили какое-то вот место в огоньке, место в какой-то передаче, вот они с года в год одно и то же, там, здесь, мне кажется, люди более чутко реагируют на то, актуален, не актуален, на новых каких-то лиц реагируют лучше, как мне кажется. Ну, и, может быть, из-за того, что часовых поясов здесь меньше, может быть, из-за этого как-то странно. Но аудитория все равно, я думаю, у вас пошире. Ну, пошире, безусловно, но концентрация, мне кажется, все-таки у вас получше. Продолжая уже тему Майданса, первый вопрос, будете ли ввести в России, и второй вопрос, вот я пытался уточнить у наших телеканалов, не знаю, будет-не будет четвертый сезон, может быть, вы просветите, может быть, приглашали. Это от кого вопрос? Это от меня вопрос. Что касается больших танцев на Российском канале, то мне предложение ввести не поступало, я не знаю, кто ведущий, выбрали ли ведущего, пока понятия не имею, я знаю, что тут кастинги на участников в городах, там будет, я не знаю, тоже на 100% будет такой же проект или нет, я знаю, что участвуют 8 городов, что кастинги большие, и танцы, но, в общем-то, по сути, правила похожи, я не знаю, насколько они будут изменены или похожи, в общем, это дело времени, узнаем скоро. Также, что касается ведущего, я не знаю, кто будет вести, пока ко мне никаких предложений не поступало. Что касается четвертого сезона My Dance, также никакой информации у меня нет, и, по сути, я даже не знаю, несмотря на то, что все три сезона были достаточно разными, и удачными, на мой взгляд. Третий сезон был очень таким тоже сильным, не знаю, соберутся ли они с силами сделать еще, потому что это огромная, конечно, работа, провести такое количество людей очень масштабно, и, на мой взгляд, даже не до конца оценили масштабность этого проекта, какая команда работала, и какой, действительно, со всей страны, со всей Украины приезжали, готовились на местах, это такие масштабные, каждую неделю масштабнейшие постановки, костюмы, это, я думаю, что это можно было только оценить, присутствуя, по-настоящему оценить, присутствуя на этих съемках, на самом Майдане, а так как, в общем-то, не всегда навесло с погодой, то количество людей, в общем-то, конечно, варьировалось, но все равно оно могло быть гораздо больше на самом Майдане, потому что за этим невероятно было наблюдать на самом Майдане. Очень многие постановки интересно было действительно смотреть именно все-таки по телевизору, почему? Потому что была возможность увидеть картинку в целом, то есть там, ну, как-то очень... Да, я согласен, но, например, если я... мы там говорили о том с организатором, что мы, например, если попробовать проводить эти майдансы не на Майдане, к примеру, а в спорткомплексе в каком-то на стадионе, где, в общем-то, зрители сидят по округу, и это легко, это легче снимать и, в общем-то, и репетировать, и мы не привязаны к дождю, да, если вдруг что, и к морозам. Потому что, когда дети выбегали в минусовую температуру босиком, и хотя ему, в общем-то, организаторы говорили, что не вздумайте, не надо заслужать детей, все равно там, заповеду, я пробегусь и потом с ангиной буду лежать. В общем-то, они все равно рисковали. А закрытая площадка, она вот таких вот рисков бы не требовала. Вопрос от Линтьяк, Анафемеля говорит, расскажите о своих танцорах, не боишься ли, что они тебя кинут, так и предыдущие, до сих пор не могу простить, особенно Жанна, от нее вообще не ожидала. Что за история? Какие слова? Не знаю, мне кажется, придумут какие-то истории, которые сами все в голове. Никто меня не кидал абсолютно, и так или иначе происходит текучка кадров, я работаю уже долго, кто-то со мной, например, с самого раннего, моего, с самого начала, когда мы только-только собирали балет, кто-то пришел, работал со мной два года, сейчас там некую ребенку, одной девочке, которая сам танцевала, но кто-то выбирает семью, поэтому нет, со скандалами особо не уходил, и у нас, наоборот, очень дружный коллектив, очень такая семья практически, и что касается музыкантов, что касается танцоров, не знаю, все очень преданные, я это очень ценю, а так или иначе с кем-то приходится расставаться, кто-то, да, было у нас, что у нас там с дисциплиной было, кое-кого, ну, опять же, поставили, в общем, рабочие моменты, это рабочие моменты, они есть везде, но со мной сейчас коллектив, который, одна девочка со мной 7 лет уже, мальчика 5 лет, а потом 3 года, ну, то есть, это крупный уже, уже этот срок, они со мной прошли очень много гастролей, огонь, вода, медные трубы, поэтому, просто, дело в том, что я, почему, почему, наверное, акцент такой сейчас на моих танцорах, просто для меня танцор это не просто бэкграунд какой-то, это члены коллектива, это участники концерта, это участники, это также моя, мое лицо, я их очень персонализирую, индивидуализирую, то есть, они у меня все, я всегда их представляю на концерте, каждого из них, потому что это важно, они также участники, и, более того, я не видел ни у кого из артистов, чтобы было фан-клуб, балета, чего-то, у меня есть фан-клуб, балет Сергея Лазарева, у меня есть отдельный фан-клуб, который, там делают странички, у них там фотографии, они страшно раздвигаются, если персонализируют, то есть, одно дело, но вот есть балет, да, то есть, а другое дело, есть персонажи в этом балете, ну, думая, человек, звездная болезнь, да, бывает такое, но бывает такое, уходят люди, потом жалеют, и у меня, я могу сказать, что все, кто ушел когда-то, по разным причинам, по личностным, или каким-то еще, все жалеют, потому что условий, такие, которые отдаю я, и отношения, которые...